Продолжение следует... С целей, задач, стоящих перед Конгрессом, перед нашей диаспорой в стремительно меняющемся мире. Основной целью деятельности Конгресса в этот период было продолжение формирования мощной, дееспособной национальной диаспоры в России, усиление ее роли и общественно-политической значимости в российском обществе, а также сохранение национальных традиций и культуры. Сегодня ВАГ является одной из известных общественных организаций России, который получил признание как главной организацией, представляющей интересы азербайджанской диаспоры во всех сферах деятельности. Созданная по инициативе общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, наша организация неуклонно следует идее объединения азербайджанцев и защиты их интересов, а также укрепление дружеских отношений между нашими странами. В этой связи трудно переоценить политическое значение того факта, что после третьего съезда перед Конгрессом стала задача обеспечения достойного участия наших граждан, наших соотечественников в двух важнейших политических событиях в истории России – выборах в Государственную Думу и выборах президента Российской Федерации. Конгресс объявил о своей полной поддержке на этих выборах Единой России и Владимира Путина. Была организована тесная работа с регионами, с предвыборными штабами, как в центре, так и на местах. В регионах и в Москве были созданы штабы соотечественников, посредством которых осуществлялся обмен информацией о положении дел, о подготовке к выборам и о ходе выборов в принципе. Наши представители на местах участвовали в различных мероприятиях в поддержку партии «Единая Россия» и Владимира Путина. Круглые столы, конференции, встречи с избирателями, концертные программы. Думаем, задача привлечения наших соотечественников в эти очень важные процессы в истории России мы справились успешно. Азербайджанский электорат сказал свое весомое слово в поддержку существующего политического курса в России. В течение прошлого года Конгрессом был организован ряд мероприятий, приуроченных к знаменательным событиям, датам, как праздничным, так и трагическим, которые должны жить в памяти нашего народа, где бы мы ни находились. В первую очередь Конгрессом и его региональными отделениями были организованы вечера памяти, круглые столы, посвященные черному небу, и повсеместно почтена память невинных жертв этой общенациональной трагедии. В Каджалинскую трагедию вспоминали на вечерах памяти во многих регионах России, а в Москве мы приняли участие в масштабном памятном вечере, который был организован фондом Гейдара Алиева. В этот день, в День киноцида азербайджанцев, 31 марта, был организован круглый стол на тему «Киноцид азербайджанцев. 200 лет истории». Особое место в нашей деятельности занимает 10 мая, день рождения общенационального лидера Гейдара Алиева. В прошлом году специально к этой дате Конгрессом была учреждена премия Гейдара Алиева, которая вручается ежегодно передам общественно-политическим деятелям, представителям науки, культуры и искусства России, внесшим значимый вклад в укрепление и развитие дружеских, добрососедских отношений между Россией и Азербайджаном. В продолжение этой темы на историческом факультете НГУ Гейдара Алиева была организована научно-практическая конференция «Россия – часть моей души», посвященная на рождении Гейдара Алиева. От 12 декабря прошлого года, совместно с посольством Азербайджанской республики России, с представительством фонда Гейдара Алиева, была организована конференция, посвященная памяти общенационального лидера, в котором причаствовали видные представители российской и азербайджанской общественности. С особым размахом наша диаспора всегда отмечает один из любимых национальных праздников НГУ Гейдара. Этот праздник получил статус, можно сказать, общероссийского. Его наши соотечественники отмечают практически во всех уголках России. Народные гуляния, праздничные вечера были организованы региональными отделениями Конгресса. В Москве 17 марта в Государственном центральном концертном зале «Россия» в Лужниках при поддержке правительства Москвы прошел этот общегородской праздник, в том числе при участии посольства Азербайджана в России и Всероссийского Азербайджанского Конгресса. А 23 марта Конгресс организовал масштабное празднование Новрусбайрамы для нашей диаспоры, наших соотечественников, для представителей российских национальных, культурных, общественных и научных кругов. 14 июня в Москве в Центре международной торговли была организована научно-практическая конференция России и Азербайджан на пути возрождения, посвященная Дню национального спасения Азербайджана и Дню России. ВАГ в своей работе большое внимание уделяет работе с молодежью. Большое место в деятельности ВАГ занимает вопрос образования азербайджанцев, проживающих в России. Начиная с 2004 года под эгидой Конгресса в городе Москве проводятся вступительные экзамены с последующим предоставлением кандидатур в Министерство образования Российской Федерации. Сегодня можно отметить, что этот проект оправдал себя. Если на начальном этапе нашей деятельности в экзаменах участвовали 20-30 человек абитуриентов, то в последние годы это количество выросло до 100-150 человек. В результате, если в начале по нашей линии обучалось около 40 человек, то на сегодняшний день, за последние 4 года точнее, поступило более 200 студентов, абитуриентов в высшеучебные заведения. Наша организация уделяет большое внимание благотворительным проектам. Такая практика получила распространение и стала частью нашей деятельности. Многие отделения ВАК в регионах России регулярно проводят благотворительные акции, помогают детским домам, домам престарелых, молодым талантам и иные благотворительные акции. По инициативе фонда Гейдара Лива, 3 года назад стартовал общероссийский ежегодный проект поздравления воспитанников детских домов в канун Нового года. Мы присоединились к этому проекту 2 года назад, приняли активное участие в нем и планируем продолжить эту добрую традицию и далее. Особого внимания заслуживает активность нашей организации в сборе гуманитарной помощи организованным правительством Москвы, Московском доме национальности для пострадавших в Краснодарском крае в результате стихийного бедствия в прошлом году. Наше участие получило благодарную реакцию со стороны руководства правительства Москвы. Хотелось бы напомнить, что пропаганда азербайджанской истории, культуры, литературы за рубежом также находятся в центре внимания нашей организации, и в этой области проведено немало мероприятий. Особо хотелось бы отметить, что в этом году впервые за всю историю нашей диаспоры в России мы провели согласованный с мэрией Москвы митинг под лозунгом в поддержку национальной политики президента России Путина против разжигания межнациональной розыгрызии в России, в котором приняли участие более 300 наших экзотичников, а также представителей как азербайджанских, так и российских средств массовой информации. По вопросу упрощения пребывания на исторической родине в Азербайджане граждан Российской Федерации Азербайджанской национальности, выезжающих в командировки на отдых в Азербайджан. По данному вопросу хотелось бы сообщить, что подготовлен соответствующий законопроект, по которому предполагается увеличение срока пребывания наших соотечественников на исторической родине, без регистрации до 90 дней. Также на основании обращения ВАК к руководству Азербайджана рассматривается вопрос с положительным решением о предоставлении для определенных категорий граждан в период праздников, ну, это разговор идет о малоимущих, праздников, летних каникул, льготных авиабилетов, то есть чартерных рейсов для необеспеченных граждан в период отпусков, праздников в Азербайджане и так далее, для того, чтобы упростить коммуникабельные процессы диаспоры с исторической родиной. Было такое обращение, и мы его практически решили. Я, как педагог, в первую очередь обращу внимание на то, что вот сейчас обсуждается закон образования, с первого сентября он будет уже в действии, и в законе образования четко написано о том, что все, что касается школ, связанных с изучением своего национального языка, культуры, традиций, не возбраняется. Это говорится и в выступлении президента России, и, естественно, мы должны этим воспользоваться. Но, к сожалению, сеть школ не расширяется, возможности наши все сужаются, а ведь мы прекрасно знаем, что основа всего дальнейшего развития любой диаспоры – это его дети. Это фундамент. А если фундамента в обществе нет, крепкого фундамента, то, естественно, и дом рухнет, и поэтому нам нужно его укреплять. Для укрепления, естественно, должна быть не только разовые акции, поступление учащихся, а отслеживание, помощь и педагогическим коллективам, и в регионах. Естественно, расширение сети и воскресных школ для того, чтобы осознать себя и ощутить себя азербайджанцем. Человек не должен утрачивать свои корни. Корни – это прежде всего культура и традиции. Культура не в том, чтобы только танцами или выступлениями, разумными мероприятиями, но врузом, отмечая, говорить о том, что мы провели культурное мероприятие. Культурное мероприятие – это самое важное культурное мероприятие – это образование. Это получение знаний, это получение своего духовного начала, не утратить своих традиций, своих возможностей. Естественно, на местах, я, например, как человек, который уже этим занимает более 20 лет, с воскресной школы, я открыта для того, чтобы помочь в открытии воскресных школ. Сегодня ко мне уже много человек обращалось. Есть уже готовые авторские работы, не нужно открывать заново Америку. Но еще один вопрос – это вопрос мигрантов. На сегодняшний день мы первые в Москве и в России из школ заключили договор с Университетом дружбы народа и этносферой. Я опять обращаюсь для того, чтобы вы знали, что можно сделать. Для того, чтобы ликвидировать пробелы в области миграционного пространства, то есть это не знание русского языка, это отторжение, во-первых, от работы, не принимают без существования сертификата никого на работу, то заключив договор с единственной организацией, это Университет дружбы народов, который имеет право выдавать сертификаты, мы теперь становимся правоприемником и проводим и для взрослых. Для детей мы проводим это 6 лет. Это государственная программа, существующая всего в 13 школах. Мы проводим изучение русского языка, таким образом даем право детям нашим обучаться в любой московской школе, в любой российской. Таким образом мы можем быть помощью регионам. Сегодня ко мне из Рязани подходили, из Сургута. Я в этом им помогу для заключения договора между этносферой и ими. Но мы сами должны воспользоваться. Взрослые. Вы посмотрите в Москве, в каких организациях, чтобы они не покупали, сейчас все в компьютерах, чтобы не поддельные документы покупались, а сертификат этот выдавался тот правильный, который есть только в двух учреждениях. Это Этносфера и Университет дружбы народов. А мы с ними заключили договор. То есть это тоже большая работа, которую ВАГ может взять на себя. Я берусь, как говорится, опыт свой. И мало того, что мы уже имеем договор, с 1 февраля начали свои занятия для взрослых. Без знания русского языка, без интеграции в общество, мы все время в любой газете будем биты. И поэтому этот вопрос обязательно надо решать. Третий вопрос, я думаю, один из важнейших. Это женщина наша в обществе. Ведь мы все знаем о том, что кто воспитывает наших детей? Женщина воспитывает. Женщина, которая язык не знает, половина из них на улицу не выходит, потому что не знают, как выйти, боятся, что их остановят, не имеют разрешения ни на работу, не зная язык. Опять же, если женская организация, ИВАГ обратит на это внимание и приобретет, опять же, характер не только празднеств, а конкретных действий. Я многократно о своих идеях говорила в узком кругу, что я предполагаю. Для этого, естественно, нужно, чтобы было какое-то помещение. И юридическая им помощь была, и социальная помощь, и медицинская помощь. И в то же время их потихоньку интегрировать и даже дать работу тем, кто не имеет профессию. А кто имеет профессию, пройдя этот курс и получив сертификат на разрешение, дать возможность работать. То есть, изменив образ женщины в обществе, мы таким образом получим то поколение образованное, грамотное, которое после нас останется в Москве, в России и принесет пользу, прежде всего, Азербайджану.